Здравствуйте! Вы смотрите «Жесть» о самых резонансных криминальных новостях. Расскажу вам я, Анастасия Лаврова, в этом выпуске. Незаконная собственность. Почему сносят кафе «Восток»? Уголовное дело. Как еще будут искать пропавшего меча? И 33 удара по телу, за что мужчина наказал покупателя. Ткнул мороженым в лицо даме, за что и был убит. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 24-летнего омича. Он, по версии следствия, до смерти запинал обидчика своей сожительницы. Мужчине светит до 15 лет колония, а у потерпевшего остались две дочки. Наш репортаж. Даже жалко мужика. Ни за что, ни про что. Галина Петрушина – соседка потерпевшего. Говорит, Геннадий один воспитывал двух детей. Сейчас девочки живут у родственников в районе Омской области. Галина вспоминает, как ее пригласили в роли понятой, когда обнаружили труп Геннадия. Все разбито, все раскидано и все в крови. Как он пришел, наверное, лег, потому что подушка была в крови, ковер был в крови, палас, где компьютер, вторая комнатка, где девчонки жили. Там тоже был пакет какой-то нашли в крови, там все-все это позабрали. Драма разыгралась здесь, в продуктовом магазине в микрорайоне Осташково. Геннадий, как выяснили следователи, в тот день отмечал выпускной дочки. Зашел за добавкой в торговую точку. Продавец сделал ему замечание. И тут началось. Состояние алкогольного опьянения находился в магазине, где работает сожительница обвиняемого. Вел себя агрессивно, купил мороженое в этом магазине. И этим же мороженым в ходе словесного конфликта с продавцом, им же инициированного, этим мороженым ткнул в лицо продавцу. То есть он фактически оскорбил продавца. И в связи с этим сожитель продавщицы решил с ним разобраться. Разобрался, по версии следствия, сожитель оскорбленной сотрудницы магазина с ее обидчиком в этом доме. Юрий нанес невоспитанному покупателю множественные удары по голове и телу. Экспертиза покажет. Всего 33. Геннадий скончался в своей квартире. Предполагаемого злоумышленника не арестовали. Меру пресечения определили, как подписку, а не выезде. Мы попробовали пообщаться с обвиняемым Юрием, но его не оказалось дома. Здравствуйте, я здесь дома? Кто? Нету на работе. Юрий обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Мужчина ранее был судим за грабежи и вымогательства, но, как рассказал следователем, встал на путь исправления. Юрий работает, живет с женщиной, пара ждет ребенка. Возможно, малыш первые годы жизни проведет без отца. Юрий светит до 15 лет колонии. Региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство по факту исчезновения Михаила Вилкова». Как мы уже рассказывали, молодой человек ушел из дома в октябре прошлого года. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Сыщики выяснили, что последний раз Михаила видели гуляющим по улице Красный путь также в октябре 2013. После Вилков купил билеты на поезд в Санкт-Петербург, но в северной столице так и не появился. Об этом омским следователям сообщили коллеги из Питера. Специалистам предстоит опросить друзей и родственников Михаила, а Мич несколько раз менял фамилии, разыскивается по всем трем. Вилков, Тецлав, Амстердам. Характеризуется он посредственно. Здесь обучался в университете государственном имени Достоевского. Допускал немедицинское употребление наркотических веществ, таких как марихуана и иных курительных смесей. Состоял в музыкальном движении. Кроме того, был склонен к участию в различных молодежных движениях. Была информация о том, что планировал, и были ему интересны различные религиозные секты. Надежду увидеть сына живым не теряет Ольга Тецлова. Уже год женщина ходит на опознание трупов. К счастью, среди погибших Михаила нет. Ольга не отчаивается, ищет сына и сама. Обходила вот этих вот бездомных людей, бомжей, показывала фотографию. Один сказал, его забрал какой-то барин, казах, что ли. То есть он у него работает. Ну и тем не менее, эти же бомжи говорят о том, что насильно там никого не держат. Итак, для родственников пропавшего и следователей важна любая информация. Михаилу на вид 30 лет. Светлый, худощавый, ноги покрыты татуировками. Если вам что-либо известно, просят сообщить по телефону. 302-604 или 02. И еще один человек в Омске ушел из дома и не вернулся. Полиция устанавливает местонахождение Евгения Ташланова. Десять дней о нем нет известий. Примета Евгения на вид около 30 лет, рост 176 сантиметров, плотного телосложения, лицо овальное, волосы короткие русы. Был одет в куртку и спортивный костюм голубого цвета с белыми лампасами на брюках, белые кроссовки. Если у вас есть информация, звоните в полицию. Еще один человек пропал. 14-летнюю Марию Медведеву последний раз видели 9 октября. С заявлением о розыске дочери родителей обратились в полицию только вчера. По словам мамы, Мария все это время звонила и каждый день обещала вернуться. Приметы девушки, рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русы, была одета в коричневую куртку, черные джинсы и серые кроссовки. Звонки принимаются также по телефону 02. К другим темам. Грудью встали на защиту кафе. Сегодня в центре Омска начались работы по сносу заведения. Суд постановил здание, возвели незаконно, а с места события репортаж наших корреспондентов. Раньше на этом месте располагалось кафе Абшерон. Оно было незаконно установлено, поэтому было принято решение о его сносе летом 2014 года. Теперь такая же участь коснулась кафе по соседству. Решение суда о сносе здания было принято 5 месяцев назад. Однако собственник никаких действий не предпринимал. Более того, заведение продолжало работать. Уведомления от судебных приставов приходили регулярно. Приезд спецтехники заставил поверить в то, что уклоняться от исполнения решения суда больше не получится. Такого исхода дела можно было избежать, если бы еще на стадии выбора места для строительства все оформили по закону. Как выяснилось, кафе «Восток» находится на земельном участке, который принадлежит муниципалитету. Никакой разрешительной документации у владельцев заведения нет. По информации приставов, ранее владелец здания пытался отстоять свое право на собственность в суде, но там в Иске отказали. Чего со мной общаться? Ну а почему вы не общаться? У нас запонные сроки. Или какая разница? Собственника кафе привлекли к административному производству. Штраф 5000 рублей. Также мужчине придется оплатить работу заказанной спецтехники. В данный момент взыскатель самостоятельно теперь наконец-таки решил освобождать земельный участок, убирать все, что находится в здании, разбирать здание. Ему установлен срок очередной для самостоятельного исполнения решения суда. Всего у владельцев кафе есть неделя, чтобы завершить снос самостоятельно. Если в очередной раз установленных сроков не хватит, сюда снова вернутся судебные приставы. Ну вот примерно так на рабочем месте свой профессиональный праздник встречают судебные приставы. Впрочем, некоторым все же удалось сегодня в неформальной обстановке поздравить коллег. Пять лет назад по приказу президента России учредили день судебного пристава. 75 человек сегодня приняли присягу. Всего же в Омской области работает более 900 специалистов федерального ведомства. Их основная задача – охрана судов, выдворение нелегалов, а также возврат долгов как физическим, так и юридическим лицам. Так, за этот год приставы взыскали более 3,5 миллиардов рублей. Большая часть производств – более 100 тысяч – это штрафы ГИБДД. Сегодня судебный пристав наделен большими полномочиями, правами. Из-за того, что у нас вступают в силу новые законы, приставы наделяются новыми полномочиями, на них возлагаются большие права, ответственность, опять же, огромная на них возлагается. Из-за того, что у нас меняется закон о полиции, о миграции граждан и так далее. Судебные приставы вводят новые формы борьбы с должниками. Так, наряду с социальными роликами, которые мечи могут увидеть по телевидению и в общественном транспорте, появились вот такие билборды. Лица злостных неплатильщиков украсили улицы Омска. Если вы не платите алименты, игнорируете квитанции по коммунальным услугам, не перечисляете деньги в пенсионный фонд и налоговую, не оплачиваете штрафы ГИБДД и прочее, будьте уверены, вы станете знаменитым на весь Омск. На сегодня это все криминальные новости. Пусть праздничные дни пройдут без жести. Увидимся в среду. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова